Всем привет! Сегодня хочу вам показать очередные новинки от производителя Кевин Джон. Модельный ряд Вином. Модельный ряд 2019 года. Хотелось сегодня показать вам модельку Гарпун. Но в связи с тем, что наша почта как всегда отличилась и карбоновая версия не успела до выходных приехать. Поэтому будет у меня на руках через пару дней буквально. И я смогу более детально сравнить именно две эти версии. Потому что в отдельности показывать каждую я не вижу смысла. А вот в сравнении как раз легче будет и определиться какая прикольная карбоновая или титановая. Ну я думаю это тема отдельного видео. А сегодня более подробно остановимся на такой модельке как Бон Доктор. Это более бюджетная по сравнению с Гарпуном моделька. Поэтому давайте сегодня поподробнее посмотрим ее. Поставляется она как всегда в таком чехле фирменном вином. В комплекте идет только салфетка. Я сначала честно говоря не обратил внимания при заказе. Что в комплекте ни на одной фотографии не видно этого ключика. Поэтому был подготовлен для сегодняшнего обзора специнструмент. Отвертка обыкновенная. Скотчем замотанная. Для того чтобы можно было разобрать и посмотреть как нож устроен изнутри. Ну хватит демагогии. Поэтому давайте рассмотрим более подробно сам ножик. Перед тем как начать его рассматривать. Хочу показать вот такой моментик один. Тут каждый скажет есть что-то схожее или нет. Вот так вот. Я думаю даже вот эта линия спусков. Фальш-лезвие немножко больше. Не даже по хвату похоже. Ну а так это такое маленькое отступление. Давайте сразу пробежимся по характеристикам ножика. Длина ножа у нас 22 см. Длина режущей кромки 9,5 см. Самого лезвия 10 см. В сложенном состоянии ножик у нас 12 см. При этом вес ножа у нас... Вес ножа 141 грамм. Давайте еще посмотрим обух. Толщина 4 мм. Ну и куда же без этого сразу сведения. Для этого берем тег на 0. Ставим на 0,4. И проверяем. Надеюсь видно, да? 0,4. Ну вот кончику чуть-чуть, вот тут вот на пузике, чуть-чуть меньше. Если ставим 0,45, то кромка вот начинает уже закусывать, проваливаться в микрометр. Вот тут везде проваливается. То есть можно сказать так, что сведение по ножику 0,4 практически по всей режущей кромке, кроме пузика. Тут где-то 0,35. Давайте посмотрим поподробнее сам ножик. На лезвии у нас выполненной стали М390. О чем говорит, о чем говорит, вот надпись М390. Имеется карбоновая вставка. Что-то наподобие атакера. Кстати, давайте я так вот еще покажу в сравнении, в размерной. Ну так вот, понять, чтобы размеры ножа тоже новинка конца 2018 года. А это уже чистый 2019 год. Ну так вот, типа размер, чтобы было понятно, примерно, габариты ножа в сравнении. Дальше у нас идет надпись с вином. Бондоктор. Имеется вот такой декоративный осевой. Карбоновые плашки. Вставлены, сделана фрезеровка в титановых ваннирах. Ну, снимем плашку, покажу. Вот так вот заходит на начало пяточки фрейм. Присутствует темлячное отверстие. Анодированный бронзовый цвет. Плашки и бэкспейсер. На клипсе присутствует третьевая колба. Клипса, ну я бы сказал так, средней жесткости. Ни больше, ни меньше. Ну и сам осевой винт. Повторюсь еще раз, надпись М390. Клинок у нас сатинированный целиком. Так вот я попытаюсь поймать сатин. Кстати, на фотографии он смотрится намного хуже, чем... Ну, не намного хуже, но, скажем так, хуже смотрится, чем вживую. Я когда заказывал, колебался между... Заказывать нож или нет. Но сейчас, скажем так, однозначно доволен им. Кстати, очень удобно лежит в руке. Есть маленькая насечечка. Вот на обухе, да? И в руке лежит нож просто бомба. Ничего не могу сказать. Я редко комментирую удержание в руке, потому что это все субъективно. Но могу сразу сказать, что этот нож очень удобный. Плюс есть вот эти две подпальцевые выемки. Не знаю, мне нравится, как это ложится. Механика ножа отличная. Никаких проблем нет. Нож полностью новый. Клиночек по центру. Стреляет, как из пушки. Ну, в общих чертах показали. А теперь давайте разберем и покажу, что у нас в середине. Для того, чтобы разобрать этот нож, немножко придется покрутить винтиков, так как их здесь довольно-таки много. Ну что, начинаем. Ну вот, нож раскрутил. Как я говорил, уже вставка из карбона. Вот так вот обработана. Вставляется сюда, в эту плашку. В середине облегчения у нас нету. Собран нож на однорядных подшипниках. Керамические шарики. Вот тут видно, да? Так вот видно. Есть проставки, соответственно. Так видно. Металлические, чтобы не по титану каталось. Сухарик. Керамический шарик вставлен. Так же самое, нет облегчения на этой стороне. Спейсер прикрученный. Для того, чтобы снять спейсер, нужно снимать эту накладку. Клипса крепится. Тоже винтом изнутри. Внутреннее крепление. Вот так вот. То есть, скажем так. Немножко приходится покрутить отверточкой. Причем обращу внимание, что винты везде разные. Разные, 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 разные. При сборке главное не перепутать. Ну и сам клинок выполнен вот таким вот образом. Вот так вот. Ну все, тут в принципе. Дальше я разбирать смысла не вижу. Осевой вытаскивается. Вот так вот. Ну и все. Сейчас я ножик собираю и заново включаемся. Ну вот, ножик заново и собран. Центровочка осталась по центру. Фрейм как заходил, так и заходит на начало пяты. Механика еще лучше стала за счет того, что убрал заводскую густую смазку, добавил жидкой. Поэтому ножик флипует, ходит вообще великолепно. Давайте еще раз посмотрим на изготовление ножика. Вот такой вот сатин. Хочу отдельно обратить внимание на подгонку. Просто на подгонку, скажем так. Вот вставки карбона на лезвие. Смотрите. Просто никаких щелей, ничего. Вставка пашек в рукоятку. Вообще ни малейшего зазора нигде. Просто бомба. Конечно, уровень ЧПУ, который китайцы используют, просто великолепный. Нигде абсолютно не придраться ни к чему. Ни к вот этим вставкам, которые из... На материал, честно говоря, я не пойму. Тоже, наверное, карбон, только другой вариант. Ну, честно говоря, не смог определить, что это за материал. Скорее всего, какой-то карбон. Анодирование. На присутствии третьевой колбы. Фрезеровочка. Все оформлено просто классно. Третьего колба позволяет искать ножик в темноте без каких-либо проблем. Подгонка спейсера. Отлично. Темлячное отверстие есть. Не знаю, скажем так. К чему придраться к изготовлению? Вообще ноль вопросов. Нож сидит в руке просто великолепно. Кстати, это тот случай, когда я на фотографиях смотрел этот нож перед заказом. И думал, заказывать, не заказывать, понравится, не понравится. Меня смущало, что сатин и вот эти все грани будут сливаться за счет сатина. Но вживую оказалось намного лучше, чем на фотографии. За счет вот игры света. Грани не сливаются. И фальш-лезвие четко видно. Плюс оно такое получается полуребро жесткости, что ли, скажем так. Ну, смотрится красиво вживую. Я однозначно доволен этим ножиком. В руке, повторюсь еще раз, сидит великолепно. Механика великолепная. Надеюсь, кому-то поможет определиться между этим ножиком или вот этими. Как бы оба новинки 2019 года. К сожалению, карбоновая версия будет через пару дней. Поэтому по этим ножикам сделаем отдельное видео с разборочкой, как всегда. Ну, все. Не буду больше задержать ваше времени. Всем спасибо. Надеюсь, кому-то интересно и поможет определиться, чего выбрать, чего хочется. Для тех, кто досмотрел, могу вот так вот еще сделать. Для того, чтобы было понятно весь модельный ряд. Вот так вот, как они лежат. Чтобы размер был понятен. Давайте в очередности. Вот так вот. Правда, тут не хватает двух позиций. Но как-то так. Так будет. Чтобы размер понять линейки Веномов. Теперь точно. Всем пока. Продолжение следует.